В поисках низких цен за покупками многие отправляются на уличные рынки. Там в преддверии праздников все чаще можно встретить лотки с мясом. Как раз их сегодня проверяли в Иркутске. В рейд вышли сотрудники Департамента потребительского рынка администрации города и региональной службы ветеринарии. Нарушения нашлись. Это и несанкционированная торговля, и факты неправильного складирования тары с продукцией. У уличных продавцов нет лицензии и сертификатов на товар холодильного оборудования. Все это может привести впоследствии к травлению. Риск нарваться на потенциально опасную продукцию есть и при покупке икры. Региональный Роспотребнадзор готов принимать жалобы на этот счет. А чтобы сократить их число, дал рекомендации по выбору угощения. Озвучим их в рубрике «Ценный выбор». Красная икра у многих ассоциируется с Новым годом. Именно на праздничный стол подают бутерброды и тарталетки с этим лакомством. Его сейчас продают даже на улицах. Приобретать угощение там специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют. Перед покупкой даже в магазине внимательно прочитайте этикетку. Там должны быть указаны даты изготовления, фасовки, написано название рыбы, из которой изъята икра. Не приобретайте лакомство, у которого в составе есть добавка Е-239. С 2010 года она запрещена, так как небезопасна для человека. Повертите жестяную банку. Крышка проминается или вздута. Стоит отказаться от покупки. Изучите маркировку. Она должна быть как будто выбита изнутри. И содержать информацию о дате изготовления, номере завода и смены. Также необходимо присутствие слова «икра» и индекс рыбной промышленности «Р». Перед тем, как подавать лакомство на стол, изучите его. Искусственные икринки жесткие и с трудом лопаются. А если поместить их в воду, растворятся и окрасят жидкость. Даже если все в порядке, помните, после вскрытия банки икру необходимо хранить в холодильнике не более трех суток в стеклянной емкости. И тогда праздничные дни не омрачатся проблемами со здоровьем. Алена Полоненко, Новости Побудня. Новости Побудня.